Один из самых красивых городов Чехии, чешский Крумлов, находится на юго-западе страны неподалеку от австрийской границы. Его величественный замок и историческое средневековое ядро города были включены в 1992 году в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Чешский Крумлов ежегодно принимает более 1 миллиона туристов. Гуляющие по его средневековым улицам в окружении ренессансных домов, они не догадываются, какая трагедия разыгралась здесь более 4 веков назад. Шел к концу XVI век. Последний представитель некогда богатой и могущественной династии Роженбергов был вынужден продать Чешско-Крумловский замок, правившему тогда императору Рудольфу II Габсбургскому. А тот, в свою очередь, сделал Крумлов резиденцией своего сына. Звали сына Дон Юлиус Цезарь Австрийский. Габсбургом он не был, поскольку был бастардом, то есть незаконно рожденным сыном императора. Родился Дон Юлиус не то в 1584, не то в 1586 году и был старшим из шести детей, которых родила императору Рудольфу II его давняя любовница Катерина Страдова. Рудольф II никогда не был женат, хотя у него даже была невеста. Когда его воспитывали в Испании при дворе дяди Филиппа II, рассматривался брак Рудольфа с инфантой Изабеллой Кларой Евгенией. Они даже были помолвлены еще в детском возрасте. Кстати, инфанта приходилась будущему мужу троюродной сестрой. Однако брак так и не состоялся. Изабелла вышла замуж за младшего брата Рудольфа Альбрехта, то есть другого троюродного брата. По одной из версий, невеста слишком долго ждала Рудольфа, а тот все тянул с браком. И вправду, она вышла замуж в возрасте 31 года. Как там у Пушкина просторушку Ларину возрастом 35 лет? Как незаконорожденный сын, Юлий Цезарь не имел права на трон, однако император возлагал на него большие надежды, поэтому помог ему получить хорошее образование, а также хотел найти для него достойное место при королевском дворе. В Средневековье давать образование и должности незаконнорожденным детям – это была нормальная практика. Так, например, знаменитый маршал Франции Морец Саксонский был внебрачным сыном курфюрста Саксонии Августа Сильного. Много бастардов Гавсбургов также занимали значительные государственные посты. Однако Юлий Цезарь не оправдал надежд отца. В 20 лет он прославился как пьяница и зачинщик трактирных драк. И в конечном итоге Рудольф выбрал чешский Крумлов в качестве резиденции для беспутного сынишки. Первый раз Дон Юлий приехал в Крумлов в 1605 году. Он быстро стал ужасом для жителей города. Дон Юлий дрался в тавернах, крал, грабил, посещал публичные дома. В 1606 году он тяжело ранил одного из слуг, и отец отправляет его в монастырь в Гаминге на север Австрии. Это был Картезианский монастырь с очень строгим уставом. Сохранились даже инструкции, как необходимо обращаться с Юлием. Ему был запрещен доступ к оружию, алкоголю и обжорству. Запрет на алкоголь заключался в том, что ему вместо вина наливали пиво. А запрет на обжорство в том, что он не должен был получать более 12 блюд в день. То есть это не были суровые аскетичные условия, а что-то типа поездки на курортное лечение. В конце 1606 года он снова вернулся в Крумлов. Образ жизни и пагубные привычки Дона и Юлия не только не улучшились в результате пребывания в монастыре, а только ухудшились. Трагедия уже ждала на пороге. Инициатором же трагедии стал роман Юлия с дочерью местного банщика по имени Маркета Пихлерова. Родители Маркеты не были против этих отношений, надеясь, возможно, на всякие выгоды. Ну, все же сын императора. А сын императора однажды в пьяном угаре, на что-то разозлившись, наносит девушке множественные раны и под конец бросает бесчувственную в ров. К счастью, она упала на кучу мусора и осталась жива. Ох уж эти средневековые рвы, полные нечистот, но ей это спасло жизнь. Родители выходили ее и спрятали, опасаясь за ее жизнь. Слух о том, что Маркета жива, дошел до Юлиуса. Он потребовал вернуть ему любовницу, а чтобы родители быстрее думали, заключила отца Маркеты в тюрьму и обещал с ним расправиться, если Маркета не придет. После пяти недель заключения мать Маркеты согласилась привезти свою дочь и привела ее в замок в пепельную среду перед началом Великого Поста. Дон Юлий клятвенно пообещал, что не причинит ей вреда. Своё обещание он не сдержал. На следующий же день Маркета погибает. Кровавое событие, в котором Юлий Цезарь сначала ранил стражника, а затем убил свою любовницу, очень подробно описал в докладе Крумловский Гетман. Бедная девушка была буквально замучена и нет никакого желания перечислять все эти ужасы. Негодование жителей города заставило Рудольфа II заключить сына в заточении в этом же Крумловском замке. Он находился под неусыпным контролем стража. Вел себя отвратительно и постепенно стал терять человеческий облик. Умер же от воспаления горла 25 июня 1609 года. Отец распорядился похоронить сына на территории монастыря Миноритов, который находится неподалеку от замка. Сделали это практически тайно, боясь того, что жители города учинят расправу над могилой. Отец планировал потом перезахоронить Дон Юлия в более достойном для сына императора месте, но сам в скорости умный. Где же находится могила Юлия, доподлинно неизвестно. Как там говорят, на детях природа отдыхает? Современные ученые предполагают, что Дон Юлий был больно шизофренией, да и сам отец был не беспричуд. Однако это сюжет для другого видео. Спасибо за просмотр. Если история вам была интересна, дайте знать лайком и подпиской. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новую историю. И до новых встреч! А если вы хотите заказать мне экскурсию, то мои контакты в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok